Здравствуйте! В эфире новости на телеканале РТВС в студии Мария Долинина. Канадская общественность вновь подняла вопрос о том, насколько безопасна работа местных АЭС. В частности, Тихоокеанское побережье провинции Британская Колумбия считается зоной, где сейсмическая активность находится на высоком уровне. Поэтому местные жители и политики высказываются за пересмотр программы развития ядерной энергетики в этом регионе. Повторение японской трагедии, но уже на территории Канады, боятся жители Британской Колумбии. Они просят правительство пересмотреть программу развития ядерной энергетики. К таким же выводам пришли и депутаты от новой демократической партии. Ее представители, в частности, Питер Табунс, призывают ввести мораторий на строительство новых АЭС. Кроме этого, депутаты считают необходимым отложить введение в эксплуатацию двух реакторов на электростанции в Дарвинтоне. Канада ожидает краткосрочных перебоев в поставках свинины для Японии. Причиной стало землетрясение и цунами, уничтожившее часть инфраструктуры в стране. Япония является вторым по величине импортером канадской свинины. На долю страны приходится 20% от всего канадского экспорта свинины. Согласно статистическим данным, в 2010 году в Японию было поставлено продукции на сумму 852 млн долларов. Первым по величине импортером канадской свинины является США. Однако в денежном выражении Япония в 2008 и 2009 годах заняла первое место. Треть всей экспортируемой свинины в Японию поставляется охлажденной, и срок хранения составляет более 45 дней. Перебои и дефицит электроэнергии в стране являются серьезной проблемой для хранения продуктов питания. Канадская свинина поступает в основном в Токио, Осака, Нагоя и Вакаяма. Канада готова рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Ливии. От введения более жестких санкций до создания зоны, закрытой для полетов. Об этом заявил в понедельник в беседе с журналистами министр иностранных дел Канады Лоуренс Кеннон, принимающий участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран-членов «восьмерки» в Париже. В то же время он отметил, что Канада хотела бы более внимательно рассмотреть вопрос о том, какие последствия имело бы создание над Ливией зоны, закрытой для полетов военных самолетов. «Мы все согласны с тем, что Кадаки должны уйти. Мы все согласны с тем, что необходимо прекратить кровопролитие и насилие в отношении населения, ответственность за которые несет этот деятель», отметил глава канадского МИД. Лоуренс Кеннон дал понять, что он намерен предложить ввести более жесткие санкции в отношении Ливии. Он не уточнил характер этих санкций, но отметил, что они должны быть сравнимы с теми, которые были введены против Ливии в ответ на взрыв лайнера авиакомпании «Пан Ам» в 1988 году в небе над Шотландией. Эти санкции предусматривали в частности закрытие представительства ливийских авиакомпаний и запрет на обслуживание ливийских самолетов. В конце февраля Совет безопасности ООН уже ввел эмбарго на поставки вооружений в Ливию, а также заморозил активы Муамара Каддафи и его ближайшего окружения. Кевин Пейдж, депутат от Либеральной партии, а в Канадском парламенте занимающий должность наблюдателя за соблюдением бюджета, обвиняет правительство консерваторов в занижении предполагаемых расходов, запланированных на обновление парка истребителей. Как утверждает Пейдж, на приобретение и техническое обслуживание истребителей в течение 20 лет расходная часть бюджета составит 22,6 млрд долларов. При увеличении срока обслуживания истребителей до 30 лет расходы увеличатся еще на 6,7 млрд долларов. В правительстве Стивена Харпера продолжают утверждать, что затраты составят 14-16 млрд долларов. В частности, на приобретение истребителей из бюджета страны будет потрачено 9 млрд долларов. Остальные средства пойдут на содержание и обслуживание новой техники. Пейдж считает, что на приобретение истребителей будет потрачено как минимум 9 млрд 700 тысяч долларов, а на обслуживание – 19 млрд 600 тысяч. Заявление наблюдателя за соблюдением бюджета отверг премьер-министр Стивен Харпер. Он считает, что устаревающим истребителям F-18 единственной возможной альтернативой являются истребители F-35. На долю простых жителей Канады приходится львиная часть доходов правительства от налогов. Согласно последним данным Налогового управления Канады, в прошлом году было подано 231 млн индивидуальных и бизнес-налоговых деклараций и собрано 231 млрд долларов в виде налогов. Из них только 25 млрд вклад канадских корпораций. Таким образом, Канада является мировым лидером по доходам, который рядовые налогоплательщики отдают государству относительно налогов, отчисляемых корпорациями. Кроме того, Канада еще и лидирующая страна в мире по корпоративным прибылям. Подтверждением тому служит тот факт, что за последние 12 лет компенсации ведущих руководителей канадских корпораций возросли в среднем на 444%. Средняя канадская семья даже не может себе представить годовой доход в миллионы долларов. Такие зарплаты получают лишь исполнительные директора крупных компаний. С каждым годом граждане страны платят налогов все больше. При этом налоги корпораций вот уже несколько лет подряд снижаются. Очередное сокращение бизнес-налогов с 16,5% до 15% ожидается и в следующем году. Федеральное правительство страны снижает налоги бизнесов с целью увеличить их конкурентноспособность. Но значительная часть доходов компаний при таком подходе, как показывает практика, оседает в карманах корпоративного руководства. Никто не спорит с тем, что бизнесы нуждаются в правительственной поддержке в период глубочайшего кризиса. Однако выделяемые средства, по мнению экспертов, должны быть направлены на создание новых рабочих мест, а не на увеличение и без того немалых зарплат руководства корпораций. Министр по делам гражданства и иммиграции Канады Джейсон Кенни заявил в понедельник об изменениях в издаваемой правительством брошюре Discover Canada, в которой содержатся рекомендации для тех, кто хочет получить гражданство в Канаде. Отныне в инструкциях прямо говорится о том, что однополые браки здесь законны, а вот те, что заключаются под давлением семьи, как раз являются незаконными. Кроме того, в брошюре говорится, канадская открытость и щедрость не распространяются на варварские обычаи, которые допускают семейное насилие, ритуальные убийства чести, хирургические манипуляции с женскими половыми органами, насильную женитьбу или другое, основанное на половых различиях, насилие. Становясь канадцами, вновь прибывшие должны принимать демократические принципы и главенство закона, гласит новый текст рекомендаций для будущих граждан. В брошюре больше, чем раньше внимания, уделяется истории страны, в частности, войне 1812 года, а также современному устройству Канады. Вместе с тем, критик министра иммиграции во фракции новых демократов Оливия Чо заявила, что она, конечно, приветствует эти изменения, но не находит их чем-то особенным. Кенни попросту следует рекомендациям парламента, заявила Чо, супруга лидера фракции НДП Джека Лейтона. Канадская архитектурная студия разработала уникальную смотровую площадку, расположенную над Ледниковой долиной в национальном парке Jasper National Park в Альберте. В основе необычной конструкции лежит принцип пандуса. Масштабный проект, реализация которого завершится приблизительно через год, предполагает также строительство горной дороги длиной 400 метров. Новая смотровая площадка призвана стать знаковой достопримечательностью живописного туристического маршрута Канады. Выразительное архитектурное сооружение стало победителем в конкурсе на лучшее предложение смотровой площадки на территории национального парка. Проектом также предусмотрено строительство комфортабельного туристического жилья. По мнению организаторов конкурса, гости этой необыкновенно красивой части Канады смогут получить уникальный опыт взаимодействия с природной средой, в котором смотровая площадка будет выступать в качестве шлюза между природными стихиями и различными способами их восприятия. В американском штате Флорида полицейские взяли под стражу 42-летнюю культуристку из Канады Ронду Ли Каурежма. Бывшую победительницу национального чемпионата по бодибилдингу обвиняют теперь в торговле собственным телом, пишет газета The Miami New Times. Для ареста спортсменки полиция провела целую операцию, использовав одного из своих сотрудников в качестве потенциального клиента – мускулистой проститутки. На роковое свидание в мотеле бодибилдерша явилась в розовом нижнем белье. Там она согласилась вступить в сексуальные отношения с приодетым полицейским за вознаграждение в размере 280 долларов в час. Пара обменялась несколькими репликами на тему интимных отношений и способов сексуального удовлетворения, после чего полицейский агент подал своим коллегам условный знак. В ту же секунду в номер ворвались полицейские в форме и чемпионка по бодибилдингу была арестована. Пойманным с поличным путанием инкриминировали один преступный эпизод, а затем выпустили под залог. И о спорте. Очередной игровой день регулярного чемпионата принес разочарование болельщикам Торонто, которые стали свидетелями разгрома своей команды в домашнем матче Стампа-Бэй 2-6. Российский нападающий Торонто Николай Кулемин не спас свою команду от поражения в игре Стампа-Бэй, хотя ему удалось однажды поразить ворота Дуэйна Роллессона. Эта шайба принесла форварду юбилейное 50-е очко в сезоне. 26 шайб и 24 передачи. Встречу омрачила травма нападающего Торонто Колби Армстронга, поломавшего ногу, бросившись под бросок соперника. Хозяева были вынуждены менять вратаря на Жана Себастьяна Жигера, после того, как Джеймс Реймер пропустил 5 шайб, отразил только 24 броска из 29 нанесенных по его воротам. И, тем не менее, это не остановило гостей, поймавших кураж. Дублем в этой встрече отметился нападающий Тампе Матиас Ритола. За 12 матчей до конца регулярного чемпионата Торонто практически лишил себя шанса на попадание в плей-офф. Между тем, Ванкувер на своем льду без труда сломил сопротивление Миннесоты, одержав победу со счетом 4-2. Три шайбы хозяев поля в первом периоде создали необходимые для итоговой победы задел, однако соперник бился до конца и при счете 3-2 в пользу Ванкувера за 22 секунды до истечения основного времени матча на площадке появился шестой полевой игрок. Но игра, в общем, у Миннесоты не сдалась, и они пропустили решающую шайбу за 4 секунды до сирены. За этой встречей на обычной трибуне наблюдал премьер-министр Канады Стивен Харпер в компании с бывшим игроком Ванкувера Тревором Линденом. Четыре результативные передачи нападающего Чикаго Патрика Шарпа помогли его команде отпраздновать домашнюю победу над Сан-Хосе 6-3. Голкипер Сан-Хосе анти-Юси Ними не справился со своими бывшими одноклубниками, провалив второй период матча, пропустив пять шайб. В этом отрезке блистали Мариан Госса, оформивший дубли, и его партнеры по атаке Патрик Шарп и Джонатан Тейвс, набравшие 4,2 очка соответственно. Это были новости на телеканале РТВС. В студии была Мария Долинина.